здравствуйте это в общем-то 205 ролик немножко утихло строительство в общем-то я не специально наверно выбрал это место потому что это место часто используется мною для снятия роликов наметить это вот просто вот справа у нас обновляется здание здесь у ТС и справа обновляется здание оно какое-то там несет историческую ценность соответственно обновляется только слева идет строительство нового здания точнее комплекса это говорит о том что всеные строятся всеные нужны рабочие руки и те студенты которые получают green white card в общем-то может рассчитывать на работу я согласен что Рокхэмптон тоже строится другие города отстраиваются после наводнения особенно Квинсла но в общем-то Сидней есть Сидней и отвечаю на другой вопрос почему я так я так раскручиваю Сидней это и потому что люди здесь близко я всегда могу оказать людям помощь а с другой стороны людям это выгодно Сидней есть Сидней как Москва есть Москва в России второй вопрос касается изменений в иммиграционном законодательстве в частности по студенческим визам но громко сказано что это изменение в иммиграционном законодательстве никто не собирался трогать иммиграционный акт 1958 то есть от 1958 года и даже никто не делает изменения в нем но в плане подачи заявлений на студенческие визы есть некоторые очень существенные изменения сразу хочу сказать что небольшая непонятка в том сколько надо платить за студенческие визы в общем-то со слов работников иммиграционного департамента ничего не изменилось в действительности надо платить 65 долларов за студенческую визу единственное что вы должны всегда спрашивать офицеров миграционных офицеров в Москве в посольстве сколько это в рублях потому что оплата в основном принимается в рублях ну было бы удивительно если бы человек допустим из Казани посылал на личные австралийские доллары от посольства в Москве это невыгодно и контакты достаточно сложные но вот то что с конца ноября прошлого уже года 2011 года необходимо для подачи на все типы виз получать подтверждение зачислений то есть confirmation of enrollment вот это существенно таким образом в какой-то степени вы укорачиваете свой процесс получения студенческой визы вы в общем-то обречаете работу работников департамента иммиграции вы в общем-то скажем так особенно при пакетировании виз но и при любых других студенческих визах вы делаете более надежным надежной позицию в общем учебного заведения ибо деньги перечисляются то есть вы в действительности проявляете серьезность своих намерений но однако в случае если предположим на языковой курс вы проплатите деньги и получите отказ в этом случае вы потеряете некоторую сумму денег вполне возможно вы потеряете деньги так называемая enrollment fee и вполне возможно точнее однозначно вы потеряете деньги на конвертации валюты туда-сюда чтобы избежать некоторых потерь и все таки не ждать месяцами когда оборудовательная группа сделает вам рефант то есть возвратить ваши деньги обратно все таки я рекомендую проплаты делать через меня прозрачность этих проплат контролируется в общем то вами самими это все делается через наш форум через наш веб-сайт вы видите сколько денег и по какому скажем так инвуису проплачено и в том случае если проплата будет ввестись в австралийских долларах а это вполне возможно и треть наших форумчан так и делает ваши затраты будут минимальны к сожалению естественно все равно какая-то сумма будет потеряна но скажу так все это нас заставляет организоваться все это нас заставляет относиться к делу более серьезно и значит может быть оно все их лучше но что однозначно это то что процесс получения студенческой визы в Австралию сокращается облегчается и делается более надежным я думаю что в этом случае определенный процесс процент увеличение процента успешности подачи на визу студенческую любую 570-ю, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 улучшится и соответственно это все равно будет нам на пользу ну есть наверное какие-то истежки но к сожалению без них нельзя вот это основное изменение то что для 572 визы в общем то так оно и было раньше это тоже скажем так остается фактом вот ну можно сказать что что все осталось не так плохо ничто не изменилось в очень плохую сторону соответственно ну мы примем это как то что мы не можем изменить мы не изменим погоду мы не изменим течение времени мы не изменим иммиграционное законодательство то есть мы должны под это иммиграционное законодательство подстраиваться отвечая на следующий вопрос точнее на группу вопросов о том опять таки вот что вы видите можете прочитать на моей майке не хочу акцентировать внимание на том что слово иммиграция в Австралию это целиком дань с одной стороны наверное о какой-то степени маркетингу ибо в действительности это звучит привлекательно с другой стороны это то что мы получаем инвестиционные советы совершенно бесплатно определенную поддержку от Евгения Киселева каким то образом мы должны расплачиваться с ним соответственно поддерживая его активность как миграционного агента я не радую вас за то чтобы вы обращались к миграционным агентам в том числе к Жене Киселеву но с другой стороны я радую за то что уже если вы будете обращаться к миграционному агенту то пожалуйста обращайтесь к Киселеву по крайней мере мой опыт работы с этим человеком говорит о том что это человек старшего поколения людей которых скажем не было то есть у людей воспитанных в советском государстве где какие то понятия о морали еще оставались и где наверное нажива не являлась приоритетом ни для кого соответственно этот человек ведет на мой взгляд бизнес человеческим лицом увы мы не можем принять институт миграционных агентов в принципе в своем проекте поэтому скажем так этот симбиоз наш напоминает несколько брак по расчету но почему бы не сделать добро человеку тем более что этот человек делает добро нам и нашим студентам и делает это зачастую бесплатно не только в случае если вы спрашиваете о его скажем так реальной помощи проводки профессиональной миграции по бизнес-весам по каким то ну серьезным делам ну тогда естественно он этого не делает и большая моя была просьба которую он в общем то выполняет не обязан стать выполнять ни с точки зрения морали ни с точки зрения своих должностных обязанностей была просьба не помогать моим студентам и не провоцировать их на визу беженца это мои обязательства перед моими друзьями парламентариями Австралии перед австралийским обществом перед проектом РАМЗЭС который движется другими силами и в общем то Евгений насколько я знаю выполняет данные обещания слава богу так все и происходит но продолжается в общем то справедливая политика офицеров московского посольства они спрашивают подающихся образовательным агентам без разницы РАМЗЭС это не РАМЗЭС они спрашивают о том не даю ли я миграционного совета ребята не надо подать в панику не надо негодовать очень сильно потому что это обязанность офицера миграционного это обязанность работников посольства проверить не нарушает ли закон он образовательный агент в том числе и я и не нарушаете ли закон вы и не делаете свое черное дело образовательный агент подталкивая вас к нарушению закона соответственно вопросы которые задают офицеры посольства насчет того не нарушая ли я закон они правомочные они будут задаваться в общем то большинство агентов и примите это просто как опять таки как дуновение ветра или падение дождинок оно так должно быть но если у кого то из вас или работников посольства есть сомнения в том что наши студенты в основном едут не за образование в австралию в австралию хочу просто обратиться к нашему общему учебу здравого смысла до сих пор российские студенты студенты высшего высших республик советского союза сконтакта русский студент кавычка в действительности интересуется иммиграцией в эту страну это так исторически это не идет со времен нынешней россии или советского союза это было свойственно в общем то и императорской россии наш народ в большей степени украина да кубики прибалтики некоторые этносы они более свойственны им более свойственно стремление к иммиграции ну в общем то и русские люди казаки к которым я отношусь они легко выезжали в том числе сохраняя иногда не свою самобытность но ничего такого преступного стремления к иммиграции нет особенно в наше время в то же время иммиграция с помощью образования и просто получения международного образования в том что я хочу подчеркнуть ребята и всякое международное образование интересно в мире в странах развивающихся особенно азиатских таких как Китай Корея Тайлан Вирма даже она ценится англосаксонское образование если вы поедете в Германию учиться или в Швецию или в Чехию вы в действительности получите это образование но оно будет применимо в общем то в этих странах и только тактика тактика получения или скажем так выдачи бесплатного продавания вам лучшим из вас в этих странах она в общем то направленная на улучшение иммиграционного потока в ваших странах к сожалению Австралия еще пока недостаточно осознала важность такую иммиграцию для себя хотя в общем то страна приходит к этому и радостно видишь политики обеих политических партий скажем так блоков я бы сказал бы либористы зеленые независимые с одной стороны а также меньшая часть независимых либералы националисты это либеральная коллекция они рассматривают благожелательно вот этот поток профессиональной миграции но в основном те кто получает образование в Австралии по тем профессиям которых мы нуждаемся в стране соответственно в последнее время я стал смотреть на профессиональную миграцию лучше и хотел бы чтобы наши партнеры в посольстве все таки осознавали что люди получившие образование и заявляющие что они хотят получить образование в Австралии это не люди которые сломя голову бегут как подъезжать из России и подъезжать в Австралию это люди действительности думающие люди про которых не скажут что это царя в голове это люди которые получив например два года отучившись на магистратуру как айти так и в гуалтерии это люди становятся универсальными во-первых у них великолепный английский как язык международного общения во-вторых у них англосаксонское оборудование то есть адаптированное к той модели которая извините но правит миром соответственно это не немецкое французское образование университет 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 но к сожалению нужны Гарвард и Ель нужны австралийский национальный университет и Макури университет поверьте мне нужен университет центрального Квинсвобода очень бы хотел заметить что наши выпускники уже доказали что их уровень не ниже чем университет таких как УТС Макури и даже такие университеты как технологический Квинсвобода или западная Австралия почему потому что мы ориентированы международного студента мы ориентированы под то чтобы наши студенты занимали хорошие позиции получали хорошее трудоустройство для нас жизненно важно может быть важнее чем публикации в академических журналах или что-либо другое что косвенно или напрямую влияет на рейтинг вот поэтому не обессудьте но Рамзес не склоняет как мальчик невинную девушку своих студентов к эмиграции в Австралию в Австралию но в действительности хочет дать людям будущее и будущее не обязательно в Австралии потому что с этим образованием можно работать на фирме Шеврон в Казахстане зарабатывать достаточно большие деньги с этим образованием можно работать на той же самой фирме в Европе в Единственных Арабских Эмиратах и поверьте там будет очень большая зарплата с этим образованием можно работать в Европе в той же самой чеки, зарабатывать немалые деньги, с этим образованием можно работать и в России. Зарабатывать гораздо больше, чем просто с российским образованием. Но в данном случае я думаю, что магистратура это то, к чему надо стремиться. И если люди раздумывают, стоит ли получить образование, закончить, скажем так, образование в России, а потом уже ехать в Австралии, я бы сказал, весьма возможно да. Потому что, имея это образование достаточно качественное, если вы получили его в достаточно приличных учебных заведениях, грубо говоря, 5 лет, и наслойная двухлетняя магистратура на это образование дает вам несомненные преимущества. Я понимаю, что в России все, или почти все решает связи. Но поверьте мне, даже связи порой не могут составить руководителя, даже очень хорошего знакомого вашего папы, оставить вас взят на работу. Увы, необходимо как минимум экономическая или айтишная магистратура. И тогда у вас перед вами действительно открыты все дороги. Поэтому, когда я вам много говорю о том, что так хорошо здесь жить, здесь я выступаю как продавец своей страны для вас. Я в действительности хочу, чтобы вы приняли решение и эмигрировали в Австралию. Но я не сманываю вас, а не использую получение вами магистратуры, как блесну, на которую я ловлю дурную щуку, чтобы принести к себе мешок. А теперь нет. Я хочу, чтобы у вас была свобода выбора. Если вы получите адекватное предложение и у вас точно силен патриотизм, в действительности, пожалуйста, оставайтесь на родине. Более того, хотел бы успокоить работников посольства. Смотрите на русского человека. Русский человек, к сожалению, имеет большой недостаток. У русского человека есть желание жить лучше других. В какой-то степени это оправдано. То есть, в действительности, человек должен стремиться к самопростосовершенствованию. Но нездоровое стремление к тому, чтобы любой ценой проявить себя, быть лучше других, приводит к тому, что человеку хочется жить так, чтобы другие жили лучше, а не умные лучше. Поэтому для многих русских людей Австралия неприемлема. Почему? Потому что здесь ты можешь ездить на торже. Ты можешь носить золотую цепь раза в три толщи моей. Ты можешь иметь восьмизначный счет в банке. Вот при этом, другим на это наприемлема. Более того, даже в абсолютном значении обогатиться в Австралии очень трудно. Это страна, которая при абсолютно номер один, номер два деля с Канадой уровне качества жизни, это не дает вам возможности. Эта страна не даст вам возможности, скорее всего, заработать больше, чем 10 миллионов долларов, скажем так. То есть вы можете позволить себе почти всю, вы будете зажиточный человек, вы будете входить в те 2-3% населения Австралии, которые считаются самым богатым. Но вы не сможете стать мультимиллионером. Сама страна не заточена по этому, не фокусируется на этом. Поэтому образование, полученное здесь, даст вам возможность проявить себя в Соединенных Штатах, в Европе, в Канаде, в России, в том числе, где можно сделать многомиллионные состояния. Естественно, если у вас есть связи, естественно, если у вас есть такие возможности, естественно, если вы живете не в провинции, но все-таки такие возможности есть. В Австралии, с одной стороны, это практически невозможно, с другой стороны, что это вам даст. Здесь нельзя выпендриться. Здесь, грубо говоря, на криминальном жаргоне, онтыни катят. Поэтому работники посольства могут быть спокойны. Я думаю, что среди студентов, которые едут на обучение в Соединенные Штаты, гораздо выше процентов желающих эмигрировать в Австралию, чем среди тех, кто подается на австралийскую студенчику ездить. Фактор Рамзеса не является фактором, который подвигает людей на эмиграцию. Фактор Рамзеса проявляется в том, что люди просто хотят сделать свое студенчество дешевле, надежнее, удобнее. Люди не хотят, чтобы их обманывали. Люди хотят помощи. Люди хотят поддержки. Поэтому они едут со мной. Но совершенно не факт, что процент подающихся с Рамзеса, несмотря на все призывные его речи, процент тех, кто остается или подается на эмиграцию, выше, чем те, кто едет с компаниями как Students International, English First, Росперсонал и так далее. Совершенно не так. Последний вопрос, наверное, менее интересный для всех, но все-таки интересный для одного единственного человека. Девушка спрашивает меня, что я могу сделать, если я хочу приехать на студенчатую визу, и у меня есть всего лишь 12 тысяч долларов. И то у моих родителей. 12 тысяч долларов, если вы будете подаваться в наш колледж, достаточно для получения вами студенчатой визы на 4 месяца. Или, как так, в 16 веках. Боюсь соврать, но, видимо, 18. Но в этом случае я бы очень попросил великолепного офицера марка Сэндалла. Если штуки денег не будут хватать, не давать отказ, мы сократим до 16 недель. Просто очень удобно в 18 недель, то есть вы проплачиваете 15, и 3 получите бесплатно. Соответственно, стоимость обучения у вас будет 15 умножено на 180. Насколько я понимаю, это 2700 долларов. Вот. 2700 долларов плюс в 18 неделях идут под категорию 4,5 месяца проживания или 5 месяцев. 5 месяцев по 1500 рублей это 7,5 тысяч долларов. 7,5 и 2 тысячи контакт-дорога это 9,5 и 2 чем-то тысячи. По всей видимости, вы укладываете 12 тысяч долларов. То есть курс обучения на 18 недель это то, что мы максимум можем вам предложить. К сожалению, вы должны учесть, что практически неминуемо вам будет поставлено условие без права продления. Соответственно, вы должны будете покинуть страну в любом случае. Но это даст вам возможность учиться, очень хорошо узнать Австралию. По всей видимости, получить все нужные вам сертификаты, в том числе и дать тест IELTS. И в общем-то, кроме того, что вам надо будет вернуться, в остальном, вы можете, кстати, подрабатывать и тогда вам опыт общения и жизни в стране. То есть вы поставите себя в положение австралийца в какой-то мере. То есть он вам даст опыт жизни в Австралии, потому что работа это обязательный опыт жизненный опыт. Таким образом, на восемнадцать недель я бы вам рекомендовал податься. Мало, ну, да, это немного, но в будущем, если вы все-таки соберете достаточное количество денег, основываясь на квалификации, которую вы здесь получите, вы сможете перейти на более серьезное образование, но более серьезное образование, то им является университетское образование. В этом случае в действительности надо будет показать побольше денег, это порядка тридцати, семи тысяч долларов, но это образование даст вам большое соревновательное преимущество на рынке труда и в России, и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Не буду говорить про Австралию, агитирую за иммиграцию в эту страну, но во многих странах университетское образование полученное в Австралии является, можно сказать так, очень желаемым, желанным. Поэтому, вот, если я вас расстроил, то примите же все-таки и ложку меда, чтобы подсластить эту пилюлю. я думаю, что единственный, кто вам даст такие недорогие курсы, и поможет все-таки с тем, чтобы ваши двенадцать тысяч дали вам возможность учебы здесь восемнадцать, восемнадцать недель, и вы пробыли здесь пять, может быть, даже шесть месяцев, это наша образовательная группа, и добро пожаловать, мы будем всегда вас рады видеть. Спасибо. На этом 205 выпуск закончим. Как видите, я могу быть не очень занудливым, не таким, как так, не таким ментором, несмотря на такую, как так, облачную погоду, в стране лето, в стране много русских студентов, в стране хорошо жить, в стране очень неплохо учиться, комфортно, люди доброжелательные, люди добрые, погода добрая, потому что эту погоду именно доброй хочется назвать, обстановка очень удобная, нету агрессии, наверное, если вы считаете, что я агрессивен, сама жизнь здесь такая, наверное, я один из, к сожалению, один из наиболее агрессивных аспектов жизни российского студента, да и моя агрессия часто вызвана не тем, что я плохо отношусь к вам или твоим конкурентам, а просто тот груз ошибок, которому другие могут быть безразличны, и те упущенные, в общем-то, возможности, которые я вижу, и которые вам показывают, от которых я вас лечу, скажем так, они все-таки делают меня иногда, если не агрессивным, то, скажем так, расстроенным, поэтому, да, я могу улыбаться, да, несмотря на вот эту вот новую полукриминальную стрижку, цепки, очки, эту черно-белую, провоцирующую, как некоторым кажется, надпись, я достаточно добрый человек, страна добрая, работники посольства, на самом деле, добрый, потому что, если бы у вас был опыт общения с работниками посольства в Банкаре, в Тайланде, в Тель-Авиве, в Берлине, вы бы увидели, что такое в действительности строгие офицеры. Москва все-таки добрее, и, надеюсь, мы ей платим где уже. Спасибо. До свидания.